Госпожа, Госпожа, я прошу тебя, молим тебя, прибыть с нами во все дни жизни нашей на этом занятии. Не дай нам уклониться, не влево ни вправо, но дай нам следовать строго по укровальным стопам Товим Святым, чтобы мы усвоили истину так, чтобы мы могли донести ее неповрежденной до людей, не знающих ее. Тебя слава высылаем Отцу и Сыну, Святому Духу ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Игорь, иди садись сюда. Так, мы в прошлый раз читали очередное Куликово Помония, Евангелие от Марка, 7 глава, с 25 по 30 стих. Мы не закончили, рассуждали на слова этого отрывка в Священном Писании. Остановились мы, по-моему, вот на этой странице 368. Вспомним другие случаи, когда Господь требовал послушания веры без видения и без чувствования. Допустим, Матфея 8 глава, 8 стих. Сотник же, отвечая, сказал Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Еще местописание. Ну, это полностью, ну, это, как бы, мы вспоминаем историю эту, евангельскую, о том, как пришел сотник, больной слуга у него был, и обратился к Господу с такой вот просьбой необычной. И Господь, увидев его веру, сказал, что такой веры он не встречал в Израиле, какая у него есть, у этого сотника, и на племенника причем. Потом Лука, 17 глава, 14 стих. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам, и когда они шли, очистились. А сколько там было? Прокаженных. А 10-й прокаженных. И там самарянин, да? Вернулся. Вернулся. Замарянин, да. Ну, вот об этом как раз было на предыдущем воскресном чтении у нас, об этих прокаженных, и об этом самарянине. Тоже уверовали, так же, не видение было, не чувствование никаких. А вот говорится о послушании веры. Иоанна 4,50. Ну, то есть, мы смотрим, похоже действительно или нет, об этом ли говорится здесь. Что-то мы обратимся к нам, к нашим баранам. 4,50? Да, 4. Иоанна 4,50 и 9,7. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил в слово, которое сказал ему Иисус и пошел. А это начальник Савингорьец, говорите ему. Савингорьец, да, Савингорьец. Прийди, пока не умер сын твой. А еще холен не был. А, 9,7. Это слепорожден. 9,7. История слепорожденного. Исцеление его. Мы видим, что множество случаев просто таких. 9,7. И сказал ему, пойди, умойся, в купальне Силаам. Что значит посланный. И пошел, и умылся, и пришел зрячим. Вот видим, что вспоминаем эти случаи, когда Господь требовал послушания веры. И дальше говорится на эти местописания. Господь хочет, чтобы мы поверили Ему на слово. То есть написано, и поверил Бог Аврааму. И это вменилось Ему в праведность. Поверил Авраам Богу. Поверил Авраам Богу. Не в Бога он и поверил. В Бога он, Златоуст дает толкование, говорит, в Бога он это веровал. Он искал Его, Бога. Он сколько прошел всего, сколько этих вокруг идолов было. Отец его, дед, прадед, все были идолопоклонниками. И поэтому Бога-то он нашел. Он через многое прошел, видел этих идолов. И он Бога знал. Но он поверил Богу. И вот это важно сейчас для нас. Потому что мы сейчас в таком же положении находимся. Не только страна наша, а вся вселенная. Посмотрите, мы про нашу страну говорим, она нам ближе просто. Но посмотрите, та же Америка. Она тоже задыхается от этих суеверий, от идолопоклонства. От преклонения перед похотью у каждого человека свои идолы. Ну, они и похожи бывают. Но, однако, в других странах действительно язычество, как, допустим, берется Африка. Ну, и мусульмаста тоже оказывает свое влияние. Заполонило уже третью часть Африки, континента черного. И так и везде наползает, и наползает, и на Европу тоже. А Господь говорит дальше ему, говорит так. Иоанна 20 глава, взятый стих. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший. Еще раз. Иисус говорит Фоме, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший. То есть, отсюда можно сделать привод, что слова Христа говорят к нам, что мы блаженнее, чем Фома. Потому что он увидел, потому что он ходил, он осязал, он слышал его. Он рядом с ним был. Блаженнее, не детство. Ну, как... Блаженнее. Чтобы мы блаженны, видевшие и уверовавшие. Ну да, мы уже видели, что блаженнее. Да. То есть, блаженнее, потому что... Ну, ты поверил, он как бы сравнивает. Ты вот веришь, потому что мы... Мы тоже блаженны. Да, он тоже блаженны. Да, блаженнее. Не надо говорить. Зачем надо? Ну, к чему сейчас? Я слушал, правильно такое. Неправильно. Ну, зачем? Ну, нету тут этого смысла. Я усматриваю этот смысл. Блаженнее. 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 А как определить эту меру? Подожди. Если мы скажем, блаженнее, то как определить? Виктор Андреевич, еще раз, давайте. Ты поверил. Главное тут... Какое слово? Определяющее. Ты поверил. Потому что. Ну, ну, какая ваша вера лучше, чем у Фомы Апостола? Ну, зачем так? Нельзя так сказать, я думаю. Ни к чему. Что на это блаженнее? И главное, теперь мы будем разбирать слово блаженнее еще. Зачем на... Это мы как сейчас патриархом будем разбирать, что он святейший? Блаженнее счастливее. Зачем мы сами придумываем эти идеи? Мы счастливее, потому что труднее поверить в то, чего не видели. А ему легче было, поэтому мы счастливее в этом отношении. Да? Блаженнее. Кому было легче? Ему. А ну расскажи-ка нам, как все там было. А мы тебя послушаем. Он осизал. А ты в этот момент девок щупал в полный рост, и тебе Господь дал веру. Я не щупал, что ли. Что, это на меня перешел? Мы-то говорим про апостола, Фаву. А в этот момент их иудеи везде гоняли вместе со Христом. И они говорят, Господи, мы не пойдем только в эту иудею. Мы в этой Самаре останемся с этими полуязычниками. Да ладно, оставим это ни к чему. Дальше идем. Ну смысл в чем тогда? Определимся вот этого эпизода. Блажение, не видевшее, но уверенное. В общем блажение-то? Ну что вы начинаете это? Давайте еще раз почитаем. А как тут написано? Блаженны. Еще раз читаем. Еще раз внимательно. Еще раз читаем. Иисус говорит ему ни на чем. То есть, Фоми, апостолу Фоми. Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. То есть блаженны. Он его не назвал блаженным. Да, он тогда не блаженный. Он назвал блаженны те, которые не видели, но уверовали. Значит он вообще не блаженный. То есть ты спорил, кто блаженны, а тут указывается, что он вообще не блаженны, а блаженны только те, кто не увидел. Ну он не назвал его блаженными. Блаженны, неблаженны, это... Чего мне смириться, я не пойму. Ты как патриарх. Не зайдите до неверующих и все, оно в мире будет и хорошо. При чем здесь это, смирись, смирись. Да я смирюсь. Перечерясь так. Чему это было сказано? Нет, просто можно так сказать или нельзя так сказать? Блаженнее. Да зачем это вообще говорить об этом? Нельзя, ты же сам милан. Какой-то тогда должен быть оригинал. Ну вы знаете, что такое блаженство? Стоп, Марина, говорите. Блаженский. Я просто хочу зачитать толкование. Вот. Хорошая мысль. Громче, пожалуйста. Толкование не читает блаженного фипилата. Он блаженны. Он блаженны, да. Блаженны, не видевшие и уверовавшие. Здесь он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако уверовали. И не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии. Сказал это не с тем, чтобы лишить Фому блаженство, но чтобы утешить не видевших. Ну что, смирился, Сережа? Утешить не видевших. Ну, то есть смирился? Многие говорят, блаженные очи, видевшие будут. Можно? Да, да. Вот из толкования видно, что говорил это не потому, что не считал его блаженным, то есть не лишал его блаженства, а чтобы утешить тех, кто не видел, но при этом уверовал. Из самого смысла слов Христа можно было сделать вывод, что сам Фомата получается не блаженный, а блаженны те, кто не видел и уверовал. Но он говорит, поэтому толкователь разъясняет, что говорил не для того, чтобы его лишить блаженства. То есть люди понимали, то есть из этого можно было сделать вывод, что он не блаженный. А блаженны именно те, кто не уверовал. А тут получается, что все наоборот. Ну Христос-то меня вот лишает, а вообще... Пускай Фома будет блаженный. Молодец, благодарен. Благодарен Игорь вцепился за точность из блажения. Нету слова блажения. Да я согласен с вами, братья. Значит, оставим это вот так, как нам прочитала Марина, и примем это толкование, что... Аллилуйя, что у нас блаженный филакт. И апостол Фома блаженный, и даст Бог, мы будем блаженны. Конечно. Дальше читаем. Это же утешение. Он же пошлет утешителя, Духа истины. Его не будет Христа. Он-то это знает. Да не знает, он это знал, это уже передается. А теперь вот окончание уже. Вторая коринфянная, пятая глава, седьмой стих. Ибо мы... Ну правда тут только седьмой стих. Ибо мы ходим верою, а не видением. Чувства могут прийти потом. Это уже толкование. Ну вот теперь опять в нашу блаженную, которые... Не видно. Не понял ничего. Ты зачем на цикле? Не надо, не надо. Брат, оставим. Не надо последний. Все, собак будем спасать? Чувства могут прийти потом. Чего такое с тобой? Нету никаких чувств. То есть такая тема, то есть, главное. Но ты поверил. Чувства могут прийти потом. А потом будешь познавать. Потом могут прийти. К верующему человеку придут чувства. А сейчас ты должен... Христос сказал, и ты должен поверить Его Слову. Как Авраам. Он поверил Богу. И пошел. Он встал, собрал семью, семьдесят пять душ, и пошел. И пошел, и пошел. А куда? В какую землю? Он только вышел из земли. А куда дальше? Он не знал. Но он вышел. Он мог вам в ту сторону выйти, в туда. Он вышел хоть куда. А потом Господь его направил уже в землю хананскую. Только потом сказал, куда идти. Вот как поверить надо. Но у нас это сплошь и рядом. Я не знаю, что ты так задумался. У нас сплошь и рядом это. У нас... Насчет блажения. У нас есть блаженный феатриларь. Есть Слово Божие. Есть Евангелие. И у нас... Мы поступаем это... Каждую... Да вы можете поуспокоиться. И мы поступаем каждый день по нескольку раз по законам вот этим Божьим. Мы просто верим и делаем. Верим. Мы поговорили о Новом Завете. Хорошо бы священникам дать. Встали и пошли сестры и дают. Поговорили о больных. Посетить больных. Встали, пошли, посещаете. Вам же никто не говорит, что вы за это будете иметь. Вы просто уже поверили давно Христу и исполняете эти обетования. Ну почему не говорят так? Напоминают нам о том, что это... Аллилуйя, это хорошо. Да, что мы там строим на небесах. Аврааму шесть раз Господь являлся. Проитер. Шесть раз. Поэтому он ему постоянно говорил. А так бы его не было поддержки, он бы все время был в сомнениях. А так Господь, он не ждал. Это не как наши сейчас работодатели. Как только пришел день зарплаты, начинает. Вы знаете, что-то вот не мог, не получил, не получилось, банк не перечислил, то не... У Христа этого нет. Он заранее уже у Господа нашего, ну будем говорить, у Троицы. Он уже заранее, Авраам, под семьей Твоей будет многочисленный народ. Опять подбодрил. Авраам там не выпрашивал у него. Господи, ну скажи, скажи мне, скажи. Это не люди какие-то. Это Господь, Он все знает, когда сказать. И Он часто нам говорит. Ну будет пророки и выпрашивали, Моисей, например, выпрашивал. Что выпрашивал? Сколько будет, если там вот... Да ничего не выпрашивал. Ну подожди, Барс. Я просто задавал вопросы. У нас ведущий, ты нагло себя ведешь немножко. Нина Александровна хотела. Так я уже сказала. Не выскакиваешь. Значит, блажение, все же есть такое слово, Надежда. Ты говоришь, я говорю, нет, когда сравним, он блажение, чем этот, нельзя сказать так, потому что, а где тогда, как определить-то, какая-то мера-то, шкала-то какая-то должна быть. Но, тем не менее, существует... Я же не понял, зачем вам это? Не выскакивай, брат. Тебе и слово не дам. Выражение такое же есть, все же. Блажение. А кто блажение? Да тот, кто дает, а не тот, кто берет. Вот тут в этом смысле употребляется это слово. То есть в Священописании употребляется слово блажение. Да, употребляется. То есть степень сравнения дается какая-то, хотя это не наша мерка. Мерить это Господь. Кто блажение, кто святее, кто святость, она есть у каждого, достигшего этого совершенства. А кто там больше, кто меньше. Однако венцы-то разные, тоже там раздаваться будут. Вы хотя бы посмотрели на то, что это апостол Фомата. Вы куда перелезли-то уже? Уже ты вы блажение, чем апостолы. Ну что мы разговаривались-то не о том совершенно? Зачем вам это надо-то, я не пойму? Братья, мы уже толкование прочитали вам. Это не об этом говорится, что тот блажение. Все, кто будет в Царстве Небесном, они все блаженные. Вы давно читали заповеди блаженства-то? Сегодня только пели и их слушали. Надо, видать, не петь, а прям с толкованием читать каждый раз. Чтобы вы знали, кто такие блаженные. Блаженные все, кто в Царстве Небесном будут. Все блаженные и неблаженные. А там дальше уже, у кого какие будут венцы, об этом говорится по-другому совсем. Но все будут блаженные. Потому что будет лицезреть лик Христов. Тут не об этом просто говорится. Ну вы скажите, да, я толкования не знал, Виктор Андреевич, и все. Вы не знали толкования, и я попадал в такие просаки. Да я согласен с тобой, да, что Фома блаженный, и этот блаженный. Ну конечно. Нужно не кипятиться, а говорить по сути, и поднять руку. Виктор Андреевич, у нас возник такой момент. Что-то я не понял, теперь я виноватый, что ли? Что-то я закипел. Да я закипел потому, что мне Сережа сказал, ты смирись, и пускай так и будет, что Фома, он менее блаженный, чем мы. Потому что мы уверовали, не увидев. Смирись вот в чем я хотел сказать. Ты сказал, что нельзя рассуждать, нельзя говорить блажение или не блажение. Само Писание говорит, блажение давать, нежели брать. Ты против Писания тогда, получается, говоришь, что нельзя этим говорить. Ну тут не говорится о человеке, говорится блажение. О человеке именно говорится, о дающем и берущем. Так ты послушай, а потом будешь говорить про это? Конкретно говорится о человеке, о дающем человеке и берущем человеке. Берущий человек, а что, какое там блаженство может говорить? Он берет, давать, понятно, блажение, чем брать. Это не о человеке, блажение это о деле, говорится. Добрее дело или нет? И здесь тоже говорится о деле. Вера это дело. Вера. Дело тоже. И вера, мне мое мнение кажется, что когда не видели люди Христа, и уверовать труднее, поэтому и Писание говорит, что они блаженнее в этом. Христос говорит, что они блаженны, не видевшие, утешают нас. Это утешение. Действительно, они апостолы, но они видели, им легче было. И то они не верили, когда их с Христом они щупали. И апостол Фома, не то что он говорит, что неверующий, неверующий, верующий, он говорит, что я пока не убежусь, я не поверю, и это нормально. Но мы это не говорим. Пока не придет Христос, не явится, я тогда тоже не поверю. А я верю, значит, я блаженнее в этом отношении. Вот можно задать вопрос... Ты закончил? Да. Можно было бы задать вопрос этому толкователю, священному писанию. Сейчас факт о болгарском, в частности, он толкует, что в качестве утешения. Утешение в чем у меня возникает вопрос? Да, зачем меня утешать, если я верующий? В чем возникает вопрос? Спасибо, спасибо. В утешении, в утешении, спасибо. Братья, нам уверовать намного легче. Кто вам сказал, что нам сложнее? Я что-то понять не могу. Кто тебе сказал, что... Кто мне сказал, что блаженный, не видевший, уверен, что, конечно, в контексте говорит. Ну, так не написано, что то, что ты вкладываешь-то себе в нам в уши, зачем ты говоришь, что сложнее или не сложнее? Да, конечно, было им сложнее. Они вообще этого не видели. А мы уже теперь две тысячи лет знаем, что Христос, Венциев, являются Георгий Победоносец, Никола Чудотворец, мы знаем уже, Жития Цветых читаем и слушали просто, и бабушки говорили и так далее. Сколько всего чудес сделано. Может быть, эти чудеса только и приводят людей, вот сейчас стоят 6-7 человек на вечерней службе. Поэтому они, может быть, вообще никакие не блаженные. Арсена, чудеса только. А это вообще никак к вере не относится. Это вот тут нас маленькая группка собралась по вере. И действительно, по вере, ну, даже Игнат Тихонович, он говорит, по вере-то, по вере, но мне мама вот такой маленький, там еще эту тряпочку сосал с молоком. И уже там что-то рассказывал, уже запоминает, что под иконкой там лампада, бабушка. Нам легче было, нам легче. А никак не им. Они вообще не знали, что это такое. Ты почитай, апостол Петр, он же грамотный рыбак был, столько видел всего. Видно, вот такой прям проныра он. Везде залезет все, ревностный. Забегает во гроб, Христа нет. Ему русским языком говорят, ну, еврейским. Что нету Христа, а он еще не верит. Так а что он не поверит, если ему так легко было? Он бы поверился. Так он не верит. Он забежал, огляделся. Да, пилины что-то там лежат, там. Ну, все такое аккуратно. Странно, как украли, непонятно. И он еще не верит. И уже Христос является ему и говорит. Ты понимаешь, что у него в душе происходило? Какой... Если бы Христос не явился, он, может быть, с ума бы сошел просто и все. И Господь уже сжалился и уже понял, что, ну, вера, вот она должна проснуться. Ну, не хватает ему. Не хватает немного, не только ему, всем ученикам. Он же видит это Христос. На сердце же взирает. И он хочет, Петр, но не может понять. И тут раз, и Господь является, и вот тут вера у него просыпается. А вот у нас-то не так было все. Мы читали, у нас Слово Божье, обдумывали что-то. Я читал Библию 4 года. Так я всю Библию читал в полноте, а у них и этого не было. Я думаю, что им было очень сложно. И что нам легче, намного нам тяжелее что-то. И чего нам тяжелее? Ну, чего нам тяжелее-то, с чего? Ну, понял, брат. Вера твоя крепкая, и слава Богу. И дай Бог каждому такой веры. Вера твоя на камни. На Петре вера. Аминь. Раньше Бог давал Дух Святой мерою. А вот для нас уже в Новом Завете не мерою, а полнотой. Ну, я не так понимаю. А, интересно. Не мерою. Сейчас уже в Новом Завете не мерою дан Дух Святой. Ну, я понял, о чем вы хотите сказать. Вы говорите там о пророках, которым Господь давал, как же это называется, сейчас скажу, давал, там не меро называется, а часть какого-то, часть Духа Святого как-то часть называется. Мерою написано, мерою Дух давал. Ну, может, не видел я, где написано это в Библии. А в Новом Завете? Ну, вообще, в Библии, вообще, в Верховном Завете вообще не говорится, сколько там давалось. Давалось ли вообще. Просто Дух Божий написано. С незашел на пророков, там и на Саула, и вот там пророчествовал. Это, да, было. Я хотел вот тут вопрос перейти в другую плоскость. Вот здесь вообще говорится о вере, о вере, о двух способах ее получения. Первая вера была у Фомы, через увиденье. Ты увидел, ты поверил, потому что увидел. То есть, ты поверил, потому что увидел. А есть другой способ, он говорит, Господь, блаженный не видевший и уверовавший. И далее, ибо мы ходим верою, а не видением. То есть, два способа получения. От видения какого-то события чудного, в данном случае идет у нас исцеление. Или просто от того, что ты увидел Христа, услышал Его Слово, и ты поверил. То есть, какие способы у нас сейчас есть? У нас есть способы и те, и другие. Первый способ, это мы видим, какие-то чудеса совершаются в мире. Чудеса совершаются в нашей жизни. И это нам помогает уверовать. А бывает другой способ, когда человек приходит на проповедь, слышит заповеди Божьи. Они его касаются Духом Святым, о чем говорила Татьяна Кузьминична, потому что сейчас он в полноте действует после воскресения Христа. Человек это касается, и он никаких чудес не видел, а просто услышал, поверил и покаялся. То есть, вот это состояние называет Господь блаженным. Вера от слышания. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. И вот первое, как раз вера от чудес в основном происходит, когда увидел какое-то чудо и сразу поверил. Ну вот мое такое мнение, что это от увидения. А когда ты ничего не видишь, а просто голосом внутренним, который соединяется с голосом Божиим, идешь за Христом, это уже вера от не увидения, а от слышания Слова Божия. Я хотел еще сказать, сложность состояла в том, уверовать, даже не в том, что поверить Богу. Они бы поверили, если бы Бог был такой, как являлся Авраам. То есть, голос какой-то, ну и все. В общем-то, голос то, что есть. А тут человек ходил рядом с тобой, Христос-то прям ел. Ну я не знаю там, что там еще остальное человеческое, он тоже это делал. И это очень сложно после этого, видя все это своими глазами. И Фому-то тоже надо понять, и всех апостолов. И теперь вот этот перелом совершается. Теперь нужно не просто поверить Богу, вот тому, который просто говорит, а прям Христу, который тебе говорит, прям вот здесь. Почему столько много людей от нас уходит? Игнатик сегодня вопрос задавал, ну не вопрос задавал вообще, говорил об этом. 70 человек, да, это великое количество людей ушло. Почему? Потому что они не могли вот этого представить. Они не поверили Христу. Да, в конечном итоге. Хотя, в общем, Игнатик, он призывал их поверить Христу. Но они смотрели на Него и начали верить почему-то Ему. Хотя он постоянно о Христе говорит. Он только о Христе говорит, Игнатик Игнатик. Ну, конечно, хорошо было бы его сделать невидимым. Только голос один идет, вот из пустоты между крыльями этих ангелов. И тогда было бы нормально. Господь это предусмотрел. И Он так сделал в свое время. Но теперь нужно было открыться Спасителю. Почему? Пример должен был двинуть вперед на амбразуры сатанинские. А какой пример? Ну, вот только такой же человек, как мы. То есть, тут как бы замкнутый круг. Вот эта змея, которая схватила себя за хвост. А на самом деле все оказалось уже в пророчествах. Все уже было. В раю уже было сказано, как все будет. И почему для нас так дорого Писание? Что Господь уже все предусмотрел. Он как бы нас уже утешил еще в раю. Когда дал все обетования и все расставил по своим местам. Он этот круг уже и разомкнул, и замкнул. И сделал из него Царство Небесное для нас. Только нужно верить во все это. Именно Христу по всем словам. Почему для нас так дорого Писание? Там слова Христа, которые говорят нам о вечной жизни. Как нам обетование принять? Почему так важны для нас слова апостола Павла? Потому что он дальше нам показывает путь. Он его уже прошел. Вот так сделал Христос, что при жизни апостол Павел как бы прошел этот путь. Но это может быть один из немногих таких людей, которые оставил нам. Ну там апостол Петр есть. Но в основном апостол Павел. Как бы он прошел, и Господь ему дал такую возможность. А теперь вернись и напиши, как ты это сделал. А тут прям видели вживую человека, который шел за Христом. Он не боялся сказать. Подражайте мне, как я Христу. Это такое дерзновение. Только можно после смерти иметь. Как будто бы он пришел после смерти и все это написал. Нет, он живое это делал. И это теперь дерзновение открывает, допустим, проповеди Игната Тихоновича. Оно ему открывает этот путь. И он говорит дерзновенно Игната Тихоновича. Кто так может еще сказать? Ну вы видите перед собой пример, и мы дальше еще, может быть, увидим. Еще будут раскрытия эти. У нас сестры есть дерзновенные. Они слабовато знают толкование, правда. Много спорят. Надо читать больше. И это просто возник, когда Игорь говорит, что, прочитая по вере, что вера увидел, увидеть и услышать, и вроде как это равнозначно увидеть. А ведь показать-то может, и сатана все показывает. А ведь написано Римлянам 10, 17, вера от слышания. И поэтому для нас такой путь только один, в вере, услышать от слышания. Нету от видения такого, я так понимаю, что сколько мы изучаем, что... А планируешь брату его, так сказать, высказывание о том, что он говорит, что есть два пути. Можно увидеть и услышать, но увидеть... Может, выскажет еще раз про свое пути? Ну, я говорил, что здесь показаны два способа. Два способа. Два как бы способа. И Господь указывает именно на второй, на то, что именно ценным является, блаженным. Тут о его способе-то никто не сказал, что он блаженный. Ты увидел, ты поверил, потому что увидел, но его не назвал блаженным. Почему и возник первоначальный спор то блажение. Они помаяли те, кто не видел Христа. А вот уже те, кто уверовал по невидению, а по слышанию Слова Божия, тот и является блаженным. То есть, действительно, я согласен. Тут просто я прокомментировал, что здесь показано было, а не то, что вообще. Вера от слышания Слова Божия. У нас другого способа нет. Просто я добавил к тому, что есть чудеса, которые помогают нам в нашей вере. А не от кого это чудеса? Ну, чудеса опять же. Я не вижу. Это чудеса. Нельзя сказать, что чудес от Бога не существует и не будет существовать. Они есть от Бога чудеса. И они помогают нашей вере. То есть, это... И вот к чудесам я бы отнес это видение. То есть, ну, мы-то ходим не видением, а верой. То есть, иногда помогают чудеса слабоверным, чтобы вот совсем не упасть духовно. Увидел чудо, присовокупил еще Слово Божие, и вот ты дальше пошел возрастать. Я хочу, брат, развить мысль твою о чудесах. Если говорить о чудесах, то что принимать за чудо? Во-первых, если за чудо принимать то, что противопоставляется законам, установленным Богом, против всемирного тяготения, там еще чего-то, летать нам по воздуху, принимать это за чудо, а тебе может это, как Нина Александровна сказала, натворить таких чудес. А вот когда за чудо ты принимаешь то, что естественно, нет, то, что естественно, то, что я живу и действую, что каждая клеточка зеленого растения, это целая фабрика из ничего, происходит холорофил, который питает весь животный мир, это тоже чудо. Вот если это я принимаю за чудо, и через это я познаю Бога, тогда это другой путь. Вот эти чудеса нам помогают познавать Бога, приходить к вере. Да, я не хотел про эти чудеса, я про другое, я про свое. Я хотел еще, вот я смотрю, что-то Нина Александровна, что-то начало, я так и не понял, что оно. Я тогда еще упрощу, вот то, о чем говорится здесь. Апостол, Фома и ученики увидели Христа. Но Христос 40 дней пробыл и потом ушел. И вот перед этим сказал, что будет Дух Святый, Утешитель, Дух Истины. Но Он невидимый, Дух Истины. То есть Его никто не увидит заранее. Как нам может быть тяжелее? Ну, никто не увидит уже Христа. Все, Он уже пожил и ушел, и теперь Его никто не видит. Даже апостол Павел, Он уже Христа не видел. Да, эти чудеса уже совершили. И вот Христос-то знал, что никто уже Его не увидит. Даже фотографий нету. Оставили, говорят, какой-то там статуя где-то была. Ну, в конечном итоге, ее нету, ничего нет. И никто даже не знает, как Христа нарисовать. И вот теперь получается так, что апостолы, они были как бы первопроходцы в этой вере во Христа, как в Бога. Точно так же, как в свое время Авраам уверовал. Но даже им уже было легче, чем Аврааму. Тогда уж если говорить о сложности, тогда Аврааму было сложнее всех. Почему мы называемся детьми по вере Авраама? Вот как. То есть, если мы о сложности начали, о блаженстве, тогда уж самый блаженный из блаженнейших, это Авраам. Но до этого был Ной. А мы те времена вообще не знаем. А Ной единственный на земле вообще оставался праведник. И там рассказов было вообще с гулькин нос. У Авраама там Вавилонская башня была, у него Евер был там предок, который не строил эту башню. Это было здесь очень важно. А здесь практически ничего не было. Адам, Ева и все. И там вот там змей. И дальше-то нету ничего. И однако он уверовал. И с праведной Ной мы его почему не вспоминаем? Тогда он еще блаженнейший. И тут говорится уже просто о вере. Мы ходим верою. Все. Кто ходит верою? И тот, кто от чуда уверовал, но пришел к истине. И тот, кто уверовал от слова, но пришел к истине. И тот, кто увидел. А что значит увидел? Да это я и услышал одновременно. Просто он видел и чудеса, и самого Христа. Или чудеса от апостола. Но тоже он ходит верою такой человек. И тут получается основное слово, на которое мы выпираемся, это вера. Можно ли назвать вера делом? Вера, что это дело. Здесь уже сложнее вопрос. Потому что апостол Яков говорит о деле, конкретно о делах. Я покажу тебе веру из дел моих. То есть, если бы вера была дело, то так бы нельзя было сказать. А какие тогда дел мои? Вера это проявление. Вот дело. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого послал отец. Есть такое дело Божие. Вера. Это и есть дело. То есть, вера в Сына Божий есть дело. Но это нужно понимать, что вера без дел мертвая. Если есть вера, то она должна проявиться. То есть, дело Божие. Она должна проявляться. Если я живу, я дышу. Дыхание мое есть проявление моей жизни. Одно из проявлений моей жизни. Поэтому в христианской жизни дела являются проявлением веры. Иначе это не живой христианин, а мертвый. Братья, здесь сложнее вот что. Чувства могут прийти потом. Вот о чувствах, я тут не знаю, как рассуждать. Какие чувства? Игнатий Ильич, тут вам к слову про чувства. Я начну с Татьяны. Вы ее слова как-то обошли. Об этом большой смысл. Дает меры Духа. А как меры? Духа. Мы впервые встречаемся в таком обилии проявлений Духа Святого у пророка Ильи. И вдруг Елисей понимает, что существует нечто большее. И просит вдвойне. Но в Завете никто не просит вдвойне. Сам по себе пример показывает, что находились и тогда люди духовно прозрительные. Они понимали при всей полноте, что может небо заградить. И однако это не все еще. А спрашивается, а чего у Ильи не хватало? Как он мог просить этого вдвойне, которого никто не знал? Не заводить огонь с неба? Елисей никогда не заводил, чтобы два огня сошло. Илья порубил им голову врагам всем. А Елисей впервые принцип любви ко всем, накорми, напои, проявляет тем, которые пришли брать его, арестовывать. И он их ослепил и привел в середину государства, а потом открыл глаза им. Ой, царь говорит, побить бы мне их? Нет, не надо. Ты не завоевывал их. Вот это вдвойне уже в Новый Завет Елисей перевел его. Накормили их, напоили. И написано, и до конца жизни войны не было. Потому что они рассыпались по своей стороне и говорили, что мы там видели, это невероятно. Вы слышали когда-нибудь такое? Нет. А наши цари так поступали? Нет. Откуда? Это небесный Новозаветний свет осиял их. И не было войны. Вот и все. Ни Чечни бы не было, ни завоевания Ближнего Востока, ни Дальнего, ни Порт-Артура. Не дошли до этого. А в Новом Завете Господь не меры, написано, дает духа. И дает жизнь, и жизнь с избытком. Никогда это слово не встречалось. Жизнь, я живу. Живу или не живу? И вдруг жизнь, да с избытком. Ну как живу? Я же ногами, что ли, перевернулся-то. А жизнь в Духе Святом. Вот она что сказала? Она, может быть, не сумела это выразить. А вот в этом весь смысл. Теперь говорили о блаженстве. А вот блаженный, блаженный, А он говорит, это блажение. Ну вот она сидит, она блаженная или нет? Или наша вот девчата, блаженная или нет? Вот она блаженная сидит, вот, вот, крайняя. Вот она, вот она, одна блаженная. А ты нет. Почему? Но она блажение останется так. Написано. Если выйдет замуж, не согрешит. Но она блажение, если не выйдет. Вот она не вышла, вот она одна блаженная. А вы уже... Она блажение. А вы блаженные, но не так. Она блажение всех. Там штоку задернете. Смысл блажения не нам выдумывать надо, а согласно священному писанию. Теперь коснулись того, что были люди, я сказал, которые ушли, и ушли столько-то. Причина какая, они верили что-то там. Не верили, а потеря веры. Причина одна. Вера от слышания. Смотрите, вот вера. Вера идет, вот она под оком. Доходит вера от слышания. Слышание здесь издает один из двух таких от Слова Божия, от Библии, от Слова Божия. От слышания, от Слова Божия, Библия. Замкнулась скала, дальше ничего не идет. Потери, спасение от веры. А какая вера? Уперла в Слово Божие. Дальше этого ничего не перечисляет. Вера от слышания, слышание, а какое слышание? А Слово Божие? Слово Божие все, авторитет. Авторитет Слово Божие потеряло. Не дружитесь с миром на высоких облуках, платье разрезанное, пошли туда. Все, скала для нее не существует. Она пошла потеря веры. Все, которые ушли, это потеря веры. Ничего больше нет. А я хочу более духовный. Батюшка не такой, другой не такой. Я хочу поехать к Георгии. Давай помолись. Ему говорят, поезжай. Я ему не раз говорил тому же Мораблеву. Поехал он? Нет, не поехал. Потеря веры в Слово Божие. Я не говорю на край моря идти, в Псалмы говорят, или куда-то, чтобы не извести Сына Божия. Он рядом, говорит, в устах твоих, в сердце твоем. У них потерялась вера у всех до одного. У меня моменты разные в жизни были. Но я всегда находил утешение в Слове Божьем. И Бог обязательно совершал этот момент чудо. В этом стихе, который я считаю, самое большое чудо, вдруг я увидел то, чего не видел вчера, позавчера и в 30 лет. Бог открывает мне особую дверь в ведение. Я смотрю, так вот в чем ответ. Еще год пройдет. Год. И если я буду жив, я верну вас. 23 мая был брак. Помните, говорил Николай Пальгуев тогда. Так выходит, что мы лицемерили, что мы тут смеялись, сидели, веселились, целовались. А когда ушел, тут все они не такие. Это разврат. Это то другое. Я пояснение после дал вернуться. Николай абсолютно прав. И никакого лицемерия не было. Но никто не знал, что. Я не знаю, батюшка здесь или нет. Он четко, твердо говорил, что венчать не стал. Это я побудил. Мы оставили на память и рисунки, и законный брак. А если бы я был на венчание? Вопрос стоял так. Или я впадаю в глуд. Потеря веры. А теперь кто беспокоился? Все вы вместе взятые, вместе, умноживая на тысячу раз, и вы не достигли моих переживаний. У меня не было, не знаю, ничего были отнесены. На подходе еще только я узнал где-то. Почему? Я не могу объяснить. И только потом я продолжал и плакать, и молиться, и взывать, и взывать. День с ночью превратил ночь в день. И вдруг Бог открывает, кто и что. И теперь одна благодарность, Господи. Как ты услышал молитву? На руках молитвы вынес. Ничего лучшего нельзя было придумать, что Бог сделал. Все, как у нас тут произошло, и как было, и как идет дальше. То есть большего мучения для нее нельзя было придумать. Это наивысшее, что Бог нашел, мучительно создать. И то сходится с тем, что во сне видит. Там крови много, кровь вся впереди. Но впереди я иду со свечой. Это что, непрерывная молитва? Веры не хватало, что у всех близко не было так. Но перед тем, чтобы я молился, Бог взял, близость допустил. Близко, в сердце, столько добра. Ну, просто близко. И вот Бог дальше показывает. А это чудо. Да, это чудо. На 10 печатей закрыли тайну, и Бог все вскрыл, взломал. Там уж такую тайну. Это не кухонные, что они там собирались, разговаривали. Тут тайна другая была. Задеясь, насколько еще калачом стоят, сидят здесь. Они согнулись сегодня, глаз не поднимают. Они знают, но дальше что будет? Лишь бы из их уст проклятие не вышло. А теперь Бог открыл. У меня благодарность, не знаю, как я даже спать ложусь, еще улыбнусь. Господи, за что ты открыл это? Все было закрыто, и вдруг вот Бог открыл. Это я, это было от меня. Поверьте. И блажение этого еще нельзя было избрать. Но в это надо поверить. А как я поверил через Слово Божие? Вот это чудо. А чудо, да, чудо. Я уверовал от Слова Божия, но Слово Божия, основанное на чуде. Чудо, что на мне именно. Куда ни гляну, все лучше меня. Я по правде, как гонитель церкви Божией, но по правде закона не порочен. И он поймал его на этом. Я страстно любил, просто страстно любил нищих. Каких бы ни было. Я не любил тратить за себя деньги. Просто не любил. Он говорит, где-нибудь сэкономить и отдать, и отдать. И Бог на это меня уловил. Идет бабушка, суки, помочь. И на этом, а тут подводит уже другое. Это чудо. А чудо что? Чудо там, внутри. Ты еще не дошел до чуда. Чудо, что заводят. Чудо, что я не понимаю на этом языке, а я уже разговаривал. Чудо заводят по-русски. Я понимаю, я и по-русски не понимаю. А у них вышитые все блаженства. Чудо, что ко мне подходит Михаил Александрович, приводит домой. А у меня все готово. У меня не уговаривать не надо, ничего не было. Я везде по три буквы буквально вылавливал по предложению, что там, из атеистической литературы. Это 62-й год еще, Хрущев, там еще сколько наворочено будет. И в это Бог вылавливал. У меня мгновенно все засияло. Чудо. Дай веру. И чего я попросил у Бога? Первая молитва. Дай мне веру в Слово Твое. Откуда бы я это знал? Это Бог, Духом Святым, не меры дающие. У меня было о чем молиться-то. Я хотел молиться. Были нужны у меня. Но в этот момент осияло светом. Проси веру. Вот как у Соломона было. Мне веру, Господи, я не верю, что Слово, вот это Слово Божие. И смотри-то я встал и по сегодняшний день. Ни одной буковки не усомнился. А когда люди отступают, я вижу, он не верит вот этому. Не верит, что это временная жизнь. Что она сегодня кончится. Это мгновенно, и ты на той стороне. Как можно куда-то уйти? Как можно, имея вот такой порядок, общину, столько труда, дружбы, братства, и пойти куда-то, и там стоять, болтаться. Ну где она Яговитина возьми сейчас? Что она видит? Который уши-то. Ну нигде ни одного нету. Нету нигде. Нету. Вот и все. Вы все говорите, ну, как говорится, бывает слепой, слона ощупают. Один хобот, другой хобот. Соедините это все вместе. Не меры дает Бог сегодня. А где дает? Дает приобщение с Ним. Слово Божие читать важно, но Библия это не Бог. Библия только Слово Божие. А у сектантов иногда Библия, как за Богом я и увезею, а в живой связи с Богом нет. Он скачет, прыгает. Богу это не нужно. И спрашивает, а почему в тихом веянии Бог явился, а не в гробах и молнии? Не в плясках ваших, как жрецы Валова скакали и кололи себя. Он является в тишине, в тихом веянии ветра, чтобы расслышать его и подтверждение найти по Слову Божию. Да, он рядом. И он сейчас здесь. И он слышит. Я это сказал, если что говорю, я не подбираю ничего. Я просто это передаю и все. А они не слышат. А меня дальше это не касается. Моя задача позвать. А они не приняли. Посылает другим. Посыльные не завиняются ни в чем. Они посыльные. Они выполнили. Я свою миссию выполнил. Я послал, книги не приняли. Я ни грамма не огорчаюсь. Меня в интернете там поносят. Если бы голова была и хвост, то в хвост и гриву были бы. Чешут как хотят. А мне никакой нужды нет. Я отойду и не могу сдержать улыбки. Господи, за что мне такая радость? Со всех сторон ползут враги. Они ничего не знают. И думаю, вот так бы ответил, вот так. А теперь оттуда ответные молнии. Вот такие. Нет, это не надо. А еще как. И вдруг мысль, мысль. И я тогда, Тарас, еще написание, один стих писания, все заглохло. Заглохло. Погасил. А так, погасилось. Он там начинает, сколько спорят о десятине. А не надо, никак не надо. Я говорю, они ничего не слышат. И я тогда возьми и скажу, а мне вопрос этот был ясен. И я получил ответ от Бога через слово. Но когда я узнал, что нужна десятина, у меня как молния блеснула в голове. Десятину я оставлю себе, Господи. А тебе отдам девять. И в этом апреле я прожил всю жизнь. И благодарю Бога. Вот почему я на рвое хочу ходить. И все, потому что я не могу вместиться в мою десятину. С трудом, со скрипом я в нее должен влезти. И как только я брякнул туда, а я с первого дня решил, я говорю, сорок четыре года, так и даю девять десятин. Все, разговоры все прекратились везде. То есть это слишком большой звяк раздался. Компало. И больше ни разу ни один, никто не сказал и ничего нет. А десяти не спорите. Товид говорит один восемь. Я давал три десятину всегда. Хотя братья мои, говорит, не ходили, не давали. Ну не ходили, не давали. А ты слышал, кто им давал? Не знаю. А ты что этим хвалишься? Хвалишься моим Господом. Что я его знаю, он меня коснулся. И по-другому я просто не могу. Это не мое. У меня ни надеть нельзя. За стол сядут. Это не мои продукты. Ну и вот она, местная картошка. Володя как готовит, лучше мне не надо. Он готовит, я никогда не болею. Замечательно. Ну все остальное, само собой уж готовит это. Бог это делает. Ну я просто беру и сейчас, частное такое, а всеобщее. Это вот Бог не мерует, да нет? Не мерует. И для меня это великое откровение. Чудо, что Бог открыл. Что здесь произошло? Почему именно так? А думали обмануть они или как? Да. Думали скрыть. Думали по-другому. Но Бог вскрыл. А для меня это какое чудо? Бог вскрыл. Я вам говорил, что за этим кроется, что это за человек. И как дальше события? События будут укладываться в 29-й том. Там допрашивают, как что, и этим закончится. Не считай, да не раз. Помнишь? Это мне чудо открыто. Я его вам открыл. А моя вера не увеличилась от этого, а от чувства благодарности. Я молитву буквально сконцентрировал почти всю на третьей ступени. Хочу о чем-то молиться, а меня перекидывает туда. Это Бог дает, это чудо, это тоже не мое. Бог дает не меру. И не меру я стал испытывать это вот. С этого момента меня как Бог перекинул куда-то. И вдруг сразу заканчивается у меня книжное издательство. Все, я отошел от всего. Осталась одна молитва. И это передать нельзя. Книги издавать я тебя могу научить. Могу научить миссионерство. Молиться я не могу научить. Это духовный опыт жизни, не меру и дающего Бога. Я не могу тебя... Вот которые понимают, они только приходят ко мне, давай помолимся. То есть я гляжу, их уже это касается. Они только заходят, давай помолимся. Так, нет? И ты ощущила, что это такое? Это совершенно другой уровень. Вот я раньше было, несколько раз было, но чтобы так продолжительно, не знаю. Может оно кончится завтра. Я этого боюсь. Мне хочется умереть в этом. Дождаться, когда убивают годы. Ну, то есть детские мечтания. Успеть сказать, выйти, засвидетельствовать. А кому я нужен? Сейчас пока нет. Нет, конечно. Еще. Поэтому вы так и о революции разговариваете, конечно. На этой бы волне, тут бы, конечно, оно бы что-то было. Хотелось бы. Но еще Господь по-другому, наверное, смотрит. Но, думаю, что лето благополучно не пройдет. Сильные везде движения со всех сторон. Как понимает, паника. Русский народ идет на уничтожение. А вы с кем воюете? Представляете, прямо призвание к неподчинению властям, войскам. И чтобы свои на своих не пошли. Чтобы, как это было в Румынии, на чем шестку повернуть эти свои секуритаты. Чтобы свои войска поднялись и одним мамахом сбросили это все жидовство отсюда. Рубиловка будет страшная. И интересно есть, которое пишет пророчество. Мы же из книг узнаем. Когда Серафим Саровский говорит, прольется крови сколько. Как будет революция? Храмы ломать. Но в конце Господь смилостивится. И правда победит. И тогда не будут ни ссылать никого, никуда. На месте будут убивать. И будет столько крови. То есть вот эти, которые демократы всех убивать будут. Которой никогда на Руси не было еще. Если это пророчество действительно, то вся кровь еще впереди. И уже не будет ни гулага, ничего. Просто на месте будут их убивать и убивать. Всем будет понятно. Это змеи выползли. Демоны ада вырвались на свободу. Их нельзя ни одного выпускать. Вот какое будет состояние. У всех. Как каждая бабка будет грызти, зубами убивать. Это нас морили. Мы работали. Не пенсии. Все воровые. Зарплаты не дают. Это даже не клещи, не звери. Это и звери рода человека. Это все будет показано одним моментом. А при таких средствах информация. И тогда пророчество Серафима Саровского сбудется. Если это Божие. Это вполне может быть. Но мы не ожидаем ни того, ни другого. Ожидаем явления с неба Господа. Который сегодня дает нам Духа Своего немерую. Ты только молись. И главное, чтобы немерая вместилась в нас. Мы Богу должны это все отдать. Это внутреннее побуждение, когда будет на молитву постоянно. Аминь. 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 А еще говорим, а у воина Ясенецкого есть, когда он в ссылке был. И вот корабль уже стоит. А почему за мной-то не идут? А он служит. И вдруг открывает и читает. Он в Священном Писании писал, ты читай. Око мое над тобой. А у него вся жилочка. Он там на корабле уже. На землю. А читает. Око мое над тобою. Не будь как лошак бессмысленный. И он говорит, я успокоился сразу. Так успокоился. Так Бог надо мною. Позавчера мне ролик поставили. Я посмотрел. И я вошел в то состояние перед арестом. Сижу один за столом, у меня трясти начало. Сидит парень. В какой-то библиотеке. Может быть библиотека Ленина где-то. И он берет книги. А еще ничего нету, ни одного звука. Он берет вот так вот книгу. И показано. И видно там. Фотографирует Библию. И он ножницы берет и вот так отрезает. Одни руки. А не видно кто. С чего делает. Отрезает. С этой стороны корочки отдельно. Ты ничего еще не понимаешь. И вдруг он берет Ленина. И так же самое бритвочкой вырезает. А теперь это перекладывает в Ленина. Которая Библия туда. Кладет в свой чемодан. Выходит. И когда выходит. Его проверяют. У него лежит Ленина. Библии нигде не было. Так гонялись. Это конечно сектанты. И он выходит. Выходит там. Пропустил солдат. А там он как на таможне опять. Охрана. И он открывает. И тот видит Ленина. Ну ничего. Он оттуда вытащил книжки. Ленина. Охранник-то. И вдруг одна книжка он берет. Она падает. Ну открылась. А охранник-то стоит и видит. Он просчитал сразу. Ну он ее положил. Не понял. Что тот понял. И он положил чемодан. Выходит. А его один более старший баптист уже ждет. Они с чемоданом. К машине идут. И вдруг показывает камер. Тот какой-то сидит вверху. Там на этаже. И номер машины уже записал. Они домой приезжают. Его встречает жена. Но такие они все умильные. Все это беззвучно. Ни одного звука нет. Они просто говорят. Заходят. И они садятся за стол. У баптиста где-то. И она открывает. Библия. Она ведь Ленин написана. А тут она еще не вклеена. Библия. Все. Они не знают. Что там уже знают. И он им рассказывает. А парень-то этот. Ну молодой. Лет может быть 16. Ему такой. Красивый. Ну как баптисты. Такой он. Гладкий. Ровный. И светлый. А там уже подъезжает. И на улице. Машина. Вдруг около их машины разворачивается. Одна машина и другая. Бобик настоящий. Уже как Рафик один-то. И в это время им звонят. А он все сидит рассказывает. И тут молодая его жена сидит. И там видно брат его тоже жена. Стучат. Он подходит. А там они звонят и давят. И два давят. Милиционер один на улице стоит. И они тогда он машет ему рукой. Скорее все. Он все скорее раз и в окно с этим чемоданом с Библией. Ну и тогда девчонка подходит. Это его жена видно открывает. А это скорее в душевую. И маленько раздался. Будто бы мылся. Не слышал ничего. И те сразу заходят. И вот как меня арестовали. Какой был следователь. Такой же самый. Высокий. Мадменный. Но как будто он самый. Он настолько похожий. Я сижу и меня вот так вот. Аж затрясло сразу. Это обыск. Я отключился полностью. Перешел туда. Понимаю. Что я дома сижу. Ползунова. Шестья. Но я будто на второй строительный. А в избе холодно. Мне все это. Вороз ты еще добавил. Сейчас пошел. Семь градусов. А тот парень идет по карнизу. И чемодан тащит. Уходит. А те там допрашивают. А те говорят. Спрашивают. Сидят. И еще не едят. Там уже обыск идет. А он по карнизу идет. И идет до самого конца. Ну вот-вот только осталось. И в это время. А на той стороне стоит милиционер. Проглядывает все это. Но он-то его не видит этот-то. У него там на втором этаже. Чемодан срывается и падает. Вот этот милиционер-то увидел. А тот сверху-то спрыгнул-то. За чемодан тот свистеть. В окно следует. Говорит. Беги там. Тот милиционер из дома выскочил. А теперь этот шпарит с чемоданом. А эти двое за ним. Там через два градуса. А я-то убегал ночью, когда ловили нас-то. И мы точно так же бежали. Так же прыгали. Перелазили. Ролик составлять надо было. Такая туманная ночь была такая еще. Но у них он бежал не просто так. А бежал туда, где его ждали с этими книгами. И он сидит один там. Как будто бы выпивает. И он успел до него добежать. С чемодана ему. У него книги плохие обязательно ложить. Там Ленина какие есть. А ему успело тесунуть. Он только прижался. А деву скакивает. И ты за ним. И он прям тут же его ловит, скручивает сразу на ручнике. На задний чемодан. А в чемодане уже книги не те. А тот книги эти уже забирает. И уходит. А на него внимание не обращает. И теперь этот человек уже где-то идет. Воды звонят. Кому-то помогает. Дает там хлеб. Все вытаскивает. А в конце лежит Ленин. Открывает там Библию. То есть как баптисты любят Библию. Вот я все посмотрел. Меня аж... Вот если бы они так любили.